Привет всем! Ну что ж, сегодня у нас новинка от Панини. Это альбом, посвященный новому мультфильму Диснея, Рая и Последний Дракон, новой принцессе Диснея и Рая. В общем, вот такой вот классный альбом вышел в Германии. Здесь у нас значок 60 лет Панини, не знаю, может быть будет что-то, надеюсь, юбилейное, какой-нибудь специальный альбом. Ну вот, новая принцесса, новый мультфильм и, скажу честно, не смотрел. Я еще мультфильм смотрел, трейлер, так что будет без спойлеров у нас сегодня. Да, вот такой вот у нас альбом, в этот раз с наклейками и карточками. Да, вот здесь у нас сколько? 50 карточек традиционных, футляр для хранения карточек. Ну и альбом вышел в Германии, но почему-то на английском, да. Наверное, одна версия английская и, скорее всего, в России он не выйдет. Да, здесь у нас, собственно говоря, история рассказывается. Ну вот, повторюсь, ничего не знаю, кроме того, что когда-то были драконы, да. Всю информацию, которая в трейлере, и принцесса Раем пытается всех помирить снова и найти последнего дракона. Да, здесь у нас вот эти пять стран, собственно говоря, карта. Ну и такой вот альбом для всех фанатов Диснея, да. Повторюсь, многие собирают книжки специальные, эти The Art of Disney, которые они выпускают в каждом своем мультфильме, как создавался мультфильм с чертежами, картинками. Ну да, вот здесь у нас слева история, справа персонаж, некоторые, да, разные персонажи. Ну и вот разбитое сердце. Шесть лет спустя, да. Далее у нас тут большой такой плакат есть. Ну, посмотрим еще. И, собственно говоря, да, вот он наш дракон Сису или Сису, не знаю. Ну вот, планирую на выходных посмотреть обязательно этот мультфильм. Да, здесь у нас, я так понимаю, пять различных миров и должна быть очень интересная история, очень хороший рейтинг у мультфильма, так что, да, советую всем смотреть. Думаю, что мультфильм в любом случае будет очень-очень интересным. Итак, ну что же, давайте посмотрим. Здесь у нас ничего такого нового традиционно. Футляр для хранения карточек, хотя вот иногда его нет, тоже непонятно. Причем иногда в некоторых странах есть, в некоторых нет. Например, Леди Баг, да, который новый альбом в Германии был без карточка. Во Франции, кажется, да, с карточками. Хотя один в один, собственно говоря, вот этой одной страничкой и отличается, да, с футляром. Так, ну футляры такие крепкие. Вообще идея неплохая. Прямо сразу же давать футляр вместе с альбомом. И, собственно говоря, собирается он тоже так хорошо. Такой целый. Да, ну что-то у нас тут немножко, немножко не сошлось. Так, да, вот такой вот у нас Рая и... Рай и последний дракон. Футляр для хранения карточек. Ну вот что-то здесь немножечко, немножечко не очень получился. Ну, собирается он традиционно легко. Вообще, раньше в России не выходили, да, не выходили карточки, но вот в последнее время тоже в России выходят карточки. И сейчас, например, вышла наконец-то серия про Гарри Поттера. Так, нет. Так, соберем. Да, вот такой вот футляр получился. Ну, очень-очень симпатичный для хранения 50 карточек. Да, повторюсь, вот Гарри Поттер вышел с карточками недавно в России. Тоже у нас весь уже альбом собрали. Ну, давайте посмотрим. Давайте вклеим. Тем интереснее будет смотреть после того, как посмотрят мультфильм. Так, здесь у нас какая-то сцена из мультфильма. Ну, традиционно в таких альбомах у нас здесь много сцен из мультфильма. Вот недавно мы собирали альбом, да, это самый первый взбор, альбом «Душа». Очень классный мультфильм, всем советую. Прям замечательный, кто не смотрел. И тоже его уже почти весь собрали. Так, здесь у нас самое начало. И, да, какая-то тайна дракона узнает рая. Так, далее у нас 117 номер. Собственно говоря, наша главная героиня. Я так понял. Нет, а может быть и нет. Она подросла. Так, 117 номер. И это у нас, так, 117 номер. История. Да, ну и здесь у нас такая вот наклеечка. Ну, вот интересно будет посмотреть. Потом еще раз альбом полистать, когда уже посмотрю мультфильм. Итак, далее у нас, да, собственно говоря, здесь снова, как собрать футля для карточек. Так, 83 номер, часть двойной наклейки с каким-то непонятным пока что кристаллом. 107 сюда получается наклеек. Все, нет, еще у нас в плакате, да, некоторое количество наклеек. Итак, 83 номер. Это у нас, да, называется раздел, когда достигли конца реки. Так, 83 номер. Часть двойной наклейки. Далее. Далее у нас 115 номер. Так, ну, очень красиво нарисовано. Ну, Дисней тут уже не удивляет нас рисунком. Это они научились делать лучше, чем все остальные. Да, и 115 номер, так, да, правильно, тоже пополняет альбом. Итак, далее у нас номер 12, тоже начало. Еще, наверное, молодая Рая, да. Потом идет у нас история 6 лет спустя. Так, номер 12 и потом сразу будет номер 13. Так, номер 12, да, это вот снова у нас про тайну дракона. Что-то она узнает в самом начале мультфильма. И потом сразу же у нас последняя наклейка с этого альбома, номер 13. Это вот, наверное, родился ее, или это ее маленький, вот этот вот, на котором она будет потом ездить. Не знаю, как его зовут. Так, номер 13. Такие вот непонятные зверушки. Так, судя по всему, очень много разных непонятных интересных зверушек в этом мультфильме создатели придумали. Так, такой вот наподобие чебурашки. Итак, ну что ж, теперь давайте посмотрим пакетики. Да, здесь у нас вот на немецком. И не видел я пакетики с на русском, поэтому, может быть, все-таки не будет в России этого альбома. Не знаю. Итак, смотрим, как у нас выглядят карточки. Ну, вот карточки в последнее время очень хорошие, получается у Панини, да. И здесь, я думаю, будет то же самое. Да, вот такая вот у нас карточка. А, здесь тоже у нас на разных языках. Ух ты, такой снова 2D рисунок. Ну, вот мы видели их в мультфильме «Душа», эти 2D рисунки. Очень классные были вставки 2D. Ну, вот Дисней, похоже, продолжает их и в этом мультфильме. Так, это я знаю, это у нас дракон, который превратился в человек. 114 номер. Еще с трейлера понятно. Да, 114 номер. Ух ты, тут у нас скоро разворот прям соберется. Да, возвращение назад на Маки. Или на Мари, на Мари. И так, 114 номер тоже пополняет альбом. Далее снова наш зверушка. Маленький, 136. Хотя в конце альбома, может это уже его потомки. Не знаю, 136 номер. Так, и это у нас... Да. 136 номер. Тоже пополняет раздел. Но у нас... Так, далее у нас часть двойной наклейки. Номер 120. Часть двойной наклейки. И, добру пожаловать, Шрим Ориум. То есть, 5 различных земель. И где-то наверняка одна из них. Так, номер 120. Так, ну и еще одна часть двойной наклейки. Это номер 53. Практически самое начало где-то, да. Так. Номер 53. И тоже часть большой... Какой-то двойной наклейки. Так, ну еще не было специальных стикеров. Интересно посмотреть, как здесь у нас выглядят специальные стикеры. Итак, следующий пакетик посмотрим. Может быть, в нем нам войдет специальный стикер. Да, вот какие специальные. Ну, похоже, только рамка, да? А, нет, сам тоже. Он такой бустящий. Так, смотрим. Карточка. И снова та же самая. Вот так вот, повторная карточка. Неожиданно. Так, и здесь у нас специальный вот такой вот стикер. 32 номер. Ну, видимо, какое-то важное место в мультфильме. Да, 32 номер. А, это у нас 5 земель как раз. 5 стран. 5 земель. И вот карта, собственно говоря, страны Кумандра, да, по-моему, называется, да? И вот 5 этих земель, в которых наши главные героини наверняка в мультфильме побывают. Итак, снова часть двойной наклейки. 63 номер. Так, 63 номер. И это разбитое сердце, да? Раздел. 63 номер. Так, ну что-то тут много у нас двойных наклеек. Ну, и тема хорошо. Так. Далее у нас снова номер 98. Такая наклейка немножко маленькая. Наверное, с... Нет, не с плаката. Так. Номер 98. Нет, это у нас Сиси, наш дракон. Ой, Сису. Так. В общем. И эта наклеечка к нему идет. Да, вот такой вот у нас миленький дракон. В этом мультфильме. Так. И последняя наклейка. Рая. Тоже маленькая наклеечка. 89 номер. И это у нас... Да, вот здесь у нас... Ух ты, маленькая двойная наклейка. Тут уже что-то новенькое у нас. Так. Ну, вот тоже сложно ее вклеить. Итак. Так. Ну, раз мы тут, давайте посмотрим, что у нас вообще здесь за плакат. Аккуратненько вырвем. Или... Не знаю, как бы его так аккуратненько. Он даже тремя скрепками скреплен. Да. Так. Ну, давайте его попробуем. Посмотрим, что вообще у нас здесь. Да. Что у нас здесь положили. Так. Большой такой плакат с наклейками снова. Ну, уже часто были плакаты. Ух ты. Классный разворот такой. И здесь у нас 10 наклеек получается. Да. Два разворота. И две афиши. Так. Ну, что ж. Выглядит очень симпатично. Такой вот постер. Постер у нас внутри прилагается. Итак. Следующий пакетик. Посмотрим. Так. Ну, надеюсь, что-то сейчас будет у нас неповторная карточка. Итак. Так. Нет. Три-четвертый номер. Тоже такая 2D карточка. Так. Как же вообще выглядят все карточки? Там все такие 2D? Нет. Тут не только 2D. У нас разные. Да. Совершенно разные. Здесь и главный герой отдельно представленный. Так. Так что. Так что. Так. Продолжим. Снова у нас блестящий стикер. Срай. Двойной. Номер 15. Так. И это у нас вот оно. Самое начало истории. Номер 15. Так он какой-то плотненький. Этот специальный стикер. Так. Далее снова двойной стикер. Ну вот очень много двойных. И номер 7Х. Это у нас с плаката. Да. Стикер с плаката. Да. Вот он наш. Тоже один из главных героев. На котором рай у нас передвигается. И. Ах. Чуть-чуть. Не попал. Ну уже. Да. Ну уже ничего не сделаешь. Тут вот немножко внизу не попал. Так. Ладно. Продолжим. Так. Здесь у нас новая рая. Номер 104. И. Так. Здесь у нас тоже часть истории. В какой-то земле она находится. Так. И последний стикер. Вот рай вместе со своим другом. 43 номер. Самое начало мультфильма. Да. И здесь у нас. Собственно говоря. Представление характера. И вот он наш. Тук-тук. Да. Его зовут. 43 номер. Пополняет тоже. Альбом. Итак. Следующий пакетик. Посмотрим. Кто нам попадется. И. Так. Вот так вот у нас не положено. Чтобы не сразу видеть. Кто на карточке. Снова такая вот необычная карточка. Так. Ну у них какие-то названия. Смотрите. Protectors of the Light. Наверное. Светится на свету. Мифический поп. Видите. То есть. Какие-то. У нас может быть эффекты. Есть у тебя карточка. 33 номер у нас. Нет. Какой-то мифический поп. Ну. Просто вот такая вот. Какая-то непонятная в стиле сделанная карточка. Так. Далее у нас. Снова. 93 номер. Наклеечка. Так. 93 номер. Это у нас. Так. 93 номер. Мифическая оси Суда. Собственно говоря. Про. Появляется наш. Последний дракон. Так. Номер 93. 93. Так. Далее. Снова у нас. Блестящий стикер. Так. Номер. 111. Да. И. Это у нас. Наша Си Суда. В образе человека. 111 номер. Так. Тоже. Часть двойной наклейки. Так. Ну и. Так. Нет. Еще два стикера. Номер 80. 106. Тоже где-то здесь. Да. На каких-то таких они каких-то собаках, волках ездят. Так. Номер 106. И последний стикер в этом пакетике. Так. Непонятно кто это. 84 номер. Что-то взрывается. Да. Достигли конца ректии. 84 номер. И что-то здесь у нас происходит. Итак. Ну что ж. Последний пакетик на сегодня. Такой вот у нас был стартовый наборный. Новый альбом по Нине. Рай и последний дракон. И с карточками. Тут у нас похоже беда. Повторка. Вот. Прям какая-то странная история с карточками. Из пяти карточек. Да. Три повторных. Ну что ж. Вот. Две повторных. Три разных. Так. Далее у нас тут какой-то маленький ребенок. Появляется. 138 номер. Так. И посмотрим. 138 номер. Да. Попадается. Так. В этом разделе. Так. Снова какой-то такой взрыв непонятный. 81 номер. Это наверное все с той самого раздела. Да. С вот этого раздела. Где какой-то взрыв происходит. Или что-то непонятное. 81 номер. Это у нас двойная наклейка. Так. Наш главный дракон. В двойном стикер. 163 номер. А нет. Не в двойном. Просто эта часть картинки. Да. Вот такой вот маленький стикер. В итоге они двойной. Так. И снова этот маленький бэйбик. На нем закончен. 130 номер. Так. Надо посмотреть мультфильм. И тогда будет понятно. Да. Это вот талон. Это наверное какой-то мир. Да. Один из пяти. Город. Часть. Мира. Да. И вот такой вот бэйбик пополняет альбом. Ну что ж. Вот такой вот альбом к мультфильму Рая и Последний Дракон. Хороший рейтинг у мультфильма. Обязательно посмотрю на днях. Ну и вот коллекционные карточки. Попались нам может быть не самые лучшие. Да. Разные у нас есть карточки. Кадры с мультфильмами. И вот такие вот 2D скетчи. Ну что ж. Такой был обзор на стартный набор Рая и Последний Дракон. От Панини. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. У нас будет много новых интересных обзоров. Всем спасибо. Пока-пока.